Добрый день, уважаемые подписчики! Сегодня у нас автомобиль Lada Priora 2013 года выпуска Товарищ притащил на веревке этот автомобиль на ходу ехала, ехала, засвистела, засвистела и заглохла Больше она у него не заводилась Так по телефону примерно прикинул, говорю, быстрее всего наверное Шкив перекосило на коленвале Там сказали мастера, что сорвало шпонку на шкиву Якобы он был не закручен Я говорю, ну раз засвистела, а не застучала перед тем, как это произошло Значит, быстрее всего демпфер сорвало На них шкивы идут на резиновых демпферах По итогу сейчас приехал заглянул под капот Так оно и есть Сейчас покажу Вот такая картина предстает Видите? Шкив Стоит боком Но на самом деле Это стоит только его верхняя часть А почему заглохла машина? У него зуб на датчик положения коленвала который идет Он, видите, отошел Считывания нет Машина заглохла Сейчас берем Ослабляем верхний болт Натяжение ремня Поднимаем автомобиль Снимаем защиту И откручиваем Остатки маховика Ключ у нас здесь на 17 Поэтому особо изобретать вообще ничего не надо Ослабляем вот этот болт Все, ремень у нас ослабился Дальше мы уже снизу все дела делаем Поднимаем автомобиль И снимаем переднее правое колесо Поднял автомобиль Снял колесо Вот чем здесь хорошо Здесь не надо целиком снимать Нижнюю защиту Достаточно снять боковую Открутив 5 саморезов Торкс Т-30 Откручиваем их И снимаем защиту Вот видно шкивом Защиту немножко ее Расплавило Откручиваем Все, вот она у нас Освободилась защитка Выводим ее Она аж приплавилась К шкиву Вот он шкив По идее ремень Тоже надо Менять Откручиваем болт На 17 Если у вас есть помощник Можете попросить помощника Сесть в автомобиль Нажать на тормоз Включите пятую передачу И уже сможете открутить И также закрутить коленвал Это болт шкива коленвала Я, чтобы помощника не использовать Я взял С двух сторон Также включил пятую передачу И зафиксировал отвертками Чтобы помощник не давил Вы можете сами Все, болт я открутил Таким же образом Будем закручивать Только отвертки Переставим уже снизу Наверх С обоих сторон И так же закрутим Посмотрел ремень Ремень тоже мертвый Поэтому съездил Взял еще ремень И заменим сразу ремешок Вот такая вот штука Скинула ее Чтобы нам Особо здесь ничего не разбирать Опять так же Не снимая защиты Нижней Мы откручиваем Болт подушки Вот здесь мы его держим Головка по моему На 15 И сверху откручиваем Гайку на 17 Вытаскиваем этот болт Поддомкрачиваем В поддон двигатель И сможем просунуть Уже ремень Снимем старый Резать его не будем Снимем целый И поставим новый Таким же вот Методом Сейчас опускаем Автомобиль И покажу Как это делается Вот берем Вот берем эту гайку И откручиваем ее Снизу Держим ключом на 15 Здесь ключ на 17 Держим ключом на 15 Все Получается Гаечку мы выкрутили Вытаскиваем болт Его надо выкручивать Снизу Вот болт Я его выкрутил Не до конца Здесь если посмотреть В отверстие Видно что Он только прошел Кронштейн И на уровне гайки Вот Он остановился Для чего Для того Чтобы там есть Гайка С Направляющей Шайбой Чтобы потом У нас Она не перекашивала Чтобы ее Не Мучиться Наживлять Мы сейчас Приподнимаем Поддон У нас Двигатель Вместе с кронштейном Приподнимается И Вот где ремень Лежит Мы ремень Сможем Просунуть Под этот Кронштейн И обвести Его вокруг Подушки Мы обводим Его вокруг Подушки И проталкиваем Вниз И мы его Вытаскиваем Точно так же Снизу Мы подсовываем Проводим Под кронштейном И поднимаем Вверх Сейчас опускаю Автомобиль И Проделаем Эту манипуляцию Поднимаем Потихонечку Двигатель Вот видно Кронштейн Пошел А вот теперь Под него Подсовываем Ремень Он проходит С двух сторон Его вот так Обводим И опускаем вниз А теперь Можно приопустить Двигатель Вот чуть-чуть Приопустили И вытаскиваем Снизу Ремень Все Вот старый ремень Вытащили Вот в таком Плачевном состоянии Видно Его Мы не разрезали Теперь Заводим Новый ремень Новый ремень Мы взяли Фирмой Контитэч По размеру Он идет 6 ПК 11-25 Заводим Его снизу Под подушку Вот Его снизу А по размеру Тур Фирмой И А по размеру Ремень Ремень Тур Тур Ремень Снизу И поднимаем двигатель домкратом. Вот он, ремень мы провели с кронштейном. Теперь мы берем, опускаем и закручиваем на место болт снизу. Вот, болт закручиваем. Здесь шайба, она имеет срезы с двух сторон, здесь и здесь. Эти срезы как раз ставятся, одна сторона к двигателю, другая к лонжерону. Берем, подтягиваем. Все, болт мы подтянули. Теперь берем, устанавливаем шкив. Раз мы снизу здесь, сразу и сделаем его. Здесь слетела вот шайба, которая у нас направляющая для ремня ГРМ. Шкив мы будем использовать Волга Автопром, демпфер коленчатого вала. Это идет чугунный, без резинового компенсатора. Обрывать его уже не будет. Вот такой вот чугунный. Берем, устанавливаем и затягиваем. opf в Currented alma watt ремня Жил как му. ірем, болты и перерычrants. Берем блендер. Какая-выб輪 грамот. Берем. Берем. Тор cueки маем. Аптекторicин бедрен Берем. Тор outreach. Торачev. Берем. вот отвертки я переставил сверху с этой стороны и с той стороны сейчас берем и подтягиваем 5 передача у нас включена все опускаем автомобиль здесь у нас снизу все сделано ремень мы просто накинули опускаем автомобиль и сверху устанавливаем ролик натяжной затягиваем закручиваем затягиваем гайку на подушке и пробуем заводить закручиваем гайку этот болт я затянул одеваем ремешок смотрим чтоб он у нас на всех шкивах сидел снизу если что поправить надо будет и наживляем натяжной ролик берем ключик берем такой ключик натяжителя все ремешок мы натянули сейчас пробуем заводить как она у нас будет себя вести и Ну все, все работает замечательно по отношению к ремню и шкиву, но двигатель трясется и горит в автомобиле чек. Это уже отдельная песня, сейчас подцеплю компьютер, посмотрю, что это такое. Ну то, что мы делали, мы сделали. Поставил чугунный шкив к коленвала, также заменили ремень, снимая подушки. Ставим на место защиту и ставим колеса. На этом все. Всего вам доброго.